Если вы принесли Библии, откройте их вместе со мной. На Евангелии от Матфея, 22 главе. Мы так часто читаем этот отрывок, что он и сам должен открыться. Аминь. Матфея, 22 глава. Давайте начнем с 34 по 40 стихи. Матфея, 22 глава. Начнем читать с 34. А фарисеи, услышав, что он привел Саддукея к молчанию, собрались вместе. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На всех двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Конечно, прежде всего для Бога важна любовь. Бог есть любовь. И когда вы обрели спасение, Бог — любовь. Наполнил вас. Библия говорит, что Дух Божий излил Божью любовь в сердце ваше. Потому что человек, проявляющий любовь Божью, демонстрирует человечеству Божью способность творить чудеса в нашей жизни. Все зависит от того, насколько вы позволите, я имею в виду Божью любовь Агаппы, насколько вы позволите этой любви проявляться через вас. И если вы позволите, люди увидят, насколько сильна любовь Агаппы. Сегодня я хотел бы заложить основания для правильного понимания даров Духа в соответствии с Божьей любовью. В последнее время я стал замечать, что многие великие люди к их похвале стали говорить о том, что Бог будет творить в эти последние дни. Они говорят о невиданной до сих пор сильной волне помазания и Божьего расположения к людям и невиданного урожая. И я с этим полностью согласен, за исключением одного. Только потому, что Бог что-то обещал, еще не значит, что мы это получим, если сами не будем на должном уровне. Аминь? И я не хочу, чтобы вы кричали и топали ногами из-за того, что должны получить то, что на самом деле не получите. И я хочу, чтобы вы были настолько подготовлены, что смогли бы получить излияние помазания и Божьего расположения, от которых отвернулся кто-то другой. Аллилуйя, но вы не понимаете, о чем я. Кто-то где-то сел, а потом пришли вы и принялись за работу, которую должны были делать они. Они обиделись и ушли куда-то, и поэтому вы соберете свой урожай и их урожай. Кто-то должен собрать урожай после всех этих лет сенья. Мы еще не видели этого урожая. И было пророческое слово, что из-за того, что вы так быстро сеете, вы будете пожинать, и жнецы догонят сеятелей. Слава Господу! И мне кажется, я знаю, как это произойдет. Подобно мощной грозе, на землю сойдет помазание. Понимаете? Но это не значит, что вы можете сидеть, сложа руки. Вы должны соответствовать этому Божьему обетованию. Давайте откроем 1 Коринфянам, глава 12, стих 1. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, и о дарах духовных». Есть дары духовные и дары служения. Дары служения — это, конечно, люди. Это апостол, пророк, пастор, евангелист, учитель. Пять даров служения. Но в этом стихе речь не идет о дарах служения. Речь идет о дарах духовных, которые являются инструментами в руках людей, которых Бог помазывает, служить другим этими дарами. Духовные дары — это помазание, которое исходит от Бога. И я хочу сразу это отметить. Он дает это помазание, как излияние своей любви. И через это помазание мы видим силу Его любви к нам. Вы любите свою дочь, сына, своих детей. И если кто-то попытается причинить им вред, вы станете на их пути, и проявите свою мощь и силу. И эта сила исходит из вашей любви. Вы стали на пути врага. Потому что любите, но сила — это результат вашей любви. А именно, это я и пытаюсь показать вам. Помазание на любое дело, все помазание, все наши дары исходят из Божьей любви. А что старались сделать мы? Мы просто пользовались этими дарами, не понимая, откуда они. И почему они проявляются в нашей жизни. Я начал изучать одну тему — стремление к совершенству в служении. Слово «совершенство» в греческом имеет тот же корень, что и греческое слово «агапе». Интересно, совершенство рождается из «агапе»? Абсолютно верно. Вы можете добиваться совершенства, повышать свой уровень. Но поверьте мне, если желание повысить свой уровень не родилось из любви, вы, скорее всего, ничего не добьетесь. Даже неверующие миллионеры приобрели свои миллионы, потому что у них было дело, которое они любили всем сердцем. И из этой любви родилась способность делать это дело лучше всех. Нужно быть осторожным и никогда не заниматься чем-то только из-за денег. Деньги не могут быть движущей силой, которая приведет вас к успеху. Деньги должны быть результатом любви, результатом занятия любимым делом. Но если вы постоянно ищете способ подзаработать, поверьте мне, если вам не нравится дело, вы никогда не добьетесь в нем высоких результатов, потому что вы его не любите. Мне нравится мое дело. Что бы я ни делал целый день, и как бы я себя ни чувствовал, когда приходит время открыть Библию и начать проповедовать, я люблю это дело, независимо от того, сколько людей пришли послушать меня. Аллилуйя, аминь. И я могу еще 78 лет заниматься этим делом. Аминь. Итак, не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Вы понимаете, что в неведении значит беззнание. Я не хочу, братья, чтобы вы не знали об этом. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как вы вели вас. В расширенном переводе написано, знаете, что когда вы были язычниками, то по привычке ходили к идолам, которые не умели говорить, так, словно кто-то вас к ним ведет. Он обращается к людям, которые были вовлечены в идолопоклонство, и говорит, помните, когда вы были глупыми, вы кланялись к идолам, которые даже и слова не могли вымолвить. Понимаете? Стих третий, «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Я так был рад тому, что нашел этот отрывок Писания, потому что он говорит о том, что если вы говорите на иных языках, многие люди, когда начинают говорить на иных языках, начинают переживать, не делают ли они чего-то плохого, противного Богу, и это им мешает получить дар и говорение на иных языках. Но здесь он наставляет их. Никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса. Почему? Потому что никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Поэтому молитесь Духом Божьим по утрам. Никогда не говорите, «Я не знаю, что говорю». Я тоже не знаю, что говорю, как на малюс на иных языках, но знаю то, что это хорошо. Аминь. А теперь послушайте вот что. Итак, дары различны. Дары и помазания. Дары и помазания. Аллилуйя. Да, я скажу это Господь. Помазание предназначено для служения. Если вы никому не служите, помазание вам и не нужно. Помазание не для шоу. Оно для служения. Помазание действенно только, когда вы думаете о других. Вы когда-нибудь слышали о людях, таких как Кэтрин Кульман, или как звали ту женщину, которая устраивала театральные постановки в Калифорнии? Да, Эми Сепплтон, Мак Ферсон. Разве не удивительно, что помазание текло через них, несмотря на это, они умерли от каких-то болезней? Почему? Потому что помазание было не для них. Помазание было для других. Помазание в моей жизни не для меня. Поэтому я подчиняюсь другим людям, на которых есть помазание. Да, получив помазание, вы должны подчиняться другим, потому что ваше помазание не для вас. Ваше помазание для меня. Мое помазание для вас. И помазание, Аллилуйя, предназначено для того, чтобы любить и служить другим людям. Ваше помазание никогда не будет для вас. Ваше помазание всегда будет для кого-то другого. И воспользоваться благами помазания вы сможете только тогда, когда подчинитесь другому человеку, на котором есть помазание. То, что я сказал, намного лучше, чем жареный цыпленок. Вы это поняли? Надеюсь, вы ощущаете значимость этой истины, и каждый из вас впитает этот принцип. Аллилуйя! Аллилуйя! Служения различны, а Господь один и тот же. Существует различное служение, дарование, сверхъестественное проявление, данное отдельным христианам по божественной благодати, действующие в их душах Духом Святым, но Дух Святой один. Итак, Дух Святой один и един. Но Дух Святой на мне может распоряжаться помазанием не так, как он распоряжается помазанием на брате Крисе, и совсем не так, как он распоряжается помазанием на сестре Майя, которой он будет руководить в ее служении. Здесь сказано, тот же самый Дух. Один человек может возложить на вас руки, другой может махнуть на вас рукой, третий только взглянет на вас, а четвертый может подойти и плюнуть на вас. Я предпочитаю метод с возложением рук. Различные действия, которые упоминаются в этом отрывке, должны соответствовать слову. Знаете, зачеркните то, что я сказал о плевках, но различные действия... Я имею в виду, что нельзя, глядя на действия одного человека и другие действия другого, говорить, действия этого другого не от Бога, потому что он не действует, как наш пастор. Аминь? Да. Итак. Но каждому дается проявление Духа дается каждому на пользу. Каждому дается проявление Святого Духа. Каждому дается свидетельство духовное подтверждение действия Духа на благо и для пользы. Проявление Духа, откровение Духа, как он сказал, доступны на благо любого. Поймите, что это помазание, которое было дано нам в дара, дано для пользы всех. то есть помазание и служение в помазании должно быть полезным для вас. Я скажу больше, мое служение вам под помазанием Божьим должно приносить вам пользу. Вы понимаете это? В этом и выражается благочестивый характер. Благочестивый характер это правильные поступки на благо окружающих. Бог желает, чтобы наши дары и помазания использовались на благо людей. использовались для полезного другого. Поэтому, задумываясь о помазании, спросите себя, готов ли я быть полезным другим? Надеюсь, вы скажете да. Помазан для чего? Для процветания? Для бизнеса? Для чего? Но чтобы вы не делали, конечная цель могу ли я принести своими дарами благо и пользу другим? Другим. Повернитесь к соседу и скажите, ваше помазание не для вас, а для меня. Если вы не старались послужить другим, то, возможно, пора смахнуть пыль с вашего помазания, и вы, скорее всего, не считаете себя помазанным, потому что вы ничего не делаете. И я сказал ранее, зачем вам помазание, если вы ничего не делаете? И если вы никому не служите, то никакого помазания вы не увидите. Вы бесцельно проводите день за днем, дьяволу удалось лишить вас помазания, потому что помазание нужно использовать для служения, но если вы не служите, помазание вам и не нужно, оно лежит без дела. Его нужно задействовать. И я здесь для того, чтобы задействовать ваше помазание. Пришло время задействовать помазание, аллилуйя. Но невозможно задействовать помазание для эгоизма. Помазание можно задействовать только служа другим. И оно особенно действенно, когда вы служите своим врагам. О, вам не очень понравится эта проповедь. Это точно. Но послушайте, я продолжу проповедь. Одному дается духом слово мудрости или помазание мудрости. Другому слово знания, это тоже помазание. Тем же духом. Иному вера, тем же духом. Иному дары исцелений, тем же духом. Иному чудотворения, иному пророчества, иному развлечения духов, иному разные языки. Заметьте, написано «развлечение духов, а не любопытство». Развлечение духов, возможность проникнуть в духовную сферу и услышать, и увидеть то, что не видно и не слышно в обычном физическом мире. иному разные языки, иному истолкование языков. Посмотрим стих 11. «Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». То есть, никто не знает. Я не знаю. До сих пор я учусь и стараюсь понять. Но если дары духа действуют как угодно духу, разве это... разве это не значит, что они не будут действовать всегда, когда я этого желаю? Да? Кто-то спросит, «Разве ты не собираешься пророчествовать сегодня?» Я не знаю. «Как это не знаю?» Это же твой дар. Да, но этот дар действует только тогда, когда это Богу угодно. Вы понимаете меня? Итак, дар действует, когда Он этого желает. Но если вы попытаетесь построить служение вокруг даров духа, вы поставите себя в ситуацию, когда вам придется устраивать шоу, потому что вдруг дар не будет действовать. Что, если он не желает, чтобы сегодня было пророчество, а желает, чтобы сегодня проявились исцеления? А вы сделали рекламу служения пророчества? Разве это не опасно? Именно это я имею в виду, когда говорю, что не знаю, буду ли я сегодня пророчествовать. Может быть, я совсем этого не понимаю, но если Бог действует, когда Ему угодно, я должен сказать лишь одно, «Да будет воля Твоя». И еще я должен сказать, «Я не знаю, как это будет действовать, но если Бог пожелает, пусть так и будет». Я не думаю, что можно стать таким профессионалом в дарах духа, что научиться включать их по своему желанию. Я не верю в это, но одно знаю, и точно могу пообещать вам, когда вы придете в церковь, вы услышите Слово Божье. Это я могу пообещать вам всегда и в любое время. Но я не могу пообещать вам пророчества. Я не могу пообещать вам, что дар исцеления будет на мне, и я буду возлагать на вас руки. Да, я могу с верой возлагать на вас руки в любое время, потому что Божье Слово утверждает, возложат руки на больных, и они исцелятся. И вы можете задействовать свою веру, а я свою. Но это отличается от того, что происходит, когда дар или помазание на исцеление на мне. Когда исцеляющее помазание на мне — это особое время, когда Духу Божьему угодно исцелять, и я должен поспешить, чтобы войти в это помазание, потому что Он его включил по чьей-то молитве или для того, чтобы помочь кому-то. И Божья любовь не заставит себя ждать, если моей целью будет не шоу, а проявление Божьей любви. Божья любовь не заставит себя ждать, если моей целью будет не шоу, а проявление Божьей любви. Я должен вам кое-что сказать. Любовь заставляет меня говорить с вами. Я делюсь с вами, потому что я люблю вас. Аллилуйя! Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особу, как ему угодно. И теперь, на примере человеческого организма, дано объяснение принципа действия и распределения даров Духа. Слушайте внимательно. Ибо как одно тело, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их много, составляют одно тело, так и Христос. В вашем теле есть много органов и частей. Мы — тело Христа. Мы состоим из многих членов, так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело. Иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним Духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? Если ухо скажет, «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело — глаз, то где слух? Если все — слух, то где обоняние? Если бы все были учителями, кто был бы проповедником? Если бы все были проповедниками, кто был бы пророком? Если бы все пророчествовали, кто был бы апостолом? Но он говорит, что мы порознь являемся членами тела Христа, и мы должны оставить попытки сделать всех одинаковыми. Что бы было, если бы все тело было глазом? О, понятно. И теперь 18 стих. «Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как Ему было угодно. Как Ему угодно. Он призвал меня стать тем, кем я сейчас являюсь, потому что так Ему было угодно. Он призвал вас стать тем, кем вы сейчас являетесь, потому что так Ему было угодно. То же самое Он сделал и с другими. Моя задача как пастора — помочь вам войти в ваше помазание и научить вас чувствовать себя свободным в том призвании, которое было определено для вас Богом. Не нужно стараться угодить кому-то, потому что таким образом вы можете не угодить тому, Которому было угодно сотворить вас такими, какие вы есть. Вы слышите меня? Слава Богу! Стих 20-й. «Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна. Или так же голова ногам, вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. И которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечения. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а более благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечения, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Мои пальцы на руках заботятся о моих пальцах на ногах. Попробуйте наступить на свой палец на ноге. Он говорит, что так же должно поступать и нам, когда страдает наш брат или сестра во Христе. Мы должны поспешить на помощь, мы должны утешить их. Друзья, нам пора меняться. Важно лишь то, что мы можем сделать для других. Послушайте. Потому что страдает ли один член, страдают с ним и все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы, вы, тело Христово, а порознь члены. Скажите все, я тело помазанника. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее, иным дал силы чудодейственные, так же дары исцелений, вспоможения, управления. Значит, кто-то должен руководить в церкви. Вы должны научиться подчиняться руководству. Мы должны стать людьми, которые умеют подчиняться власти. Пора перестать быть бунтовщиками, которые восстают против всех и всего, противиться любым правилам. Может быть, это и не ваши правила, но если вы здесь, живите по нашим правилам. Понимаете? Продолжение следует... Продолжение следует...